Хоккейные коробки начали устанавливать во дворах Нижнего Новгорода больше 10 лет назад. И они всегда пользовались большим спросом. Причем не только у детей, но и у взрослых. Многие после работы собирались здесь целыми командами и играли в футбол и баскетбол. Но время шло, а за коробками никто не следил. Вот мы находимся на одной из таких типовых коробок в лесном городке в Канавинском районе. И сразу что бросается в глаза при входе сюда. Нет покрытия. Оно уже полностью оторвано. Мы даже можем посмотреть. Вот все, что остается от этого покрытия. Оно полностью оторвано. И здесь открыто все бетонное основание, что может повлечь за собой травму, если спортсмен будет здесь бегать и упадет. Для футбола эта коробка уже не предназначена, потому что здесь уже нет ворот. Можем посмотреть, вместо них здесь стоят два бревна. Ну и там опять же дырка в сетке. Мячик будет вылетать просто за территорию коробки. Для баскетбола она тоже уже не предназначена, потому что здесь нет баскетбольных колец. Два щита, они есть с этой стороны и с той стороны. Но, как мы видим, кольца оторваны. Смотрим дальше. На другой стороне коробки ворота все-таки присутствуют. Но они опять же без сетки. В них играть можно, но опять же мячик будет улетать за территорию коробки. Для хоккея эта коробка более-менее еще предназначена. Здесь можно залить и поиграть. Но в целом такая коробка непригодна для использования, потому что она очень травмоопасна. Иван Свинцов – юный футболист. Играет на позиции защитника и тренируется в школе на стадионе труд. Сюда, в лесной городок, приехал к бабушке на каникулы. И, естественно, как же без футбола? Только играть, можно сказать, негде. Коробка-то разбита. Были даже травмы. И тем не менее, на свой страх и риск футболист продолжает играть. А вот еще один пример такой коробки. Рядом со школой номер 49. Она располагается на территории образовательного учреждения. И если присмотреться, то когда-то она ремонтировалась. На покрытии видно, что его кусками меняли. Но и тут тоже. Кольца оторваны на двух из четырех баскетбольных щитов. Да и на самом поле есть дыры. Коробка рентабельная, так сказать. Постоянно в ней хочется быть, проводить время. Но по состоянию, конечно, она достаточно в плачевном. Если вам посмотреть, одни ямы кругом. Это, конечно, мешает играть. Но при желании можно и с этим бороться. Даже посмотреть на кольца. Сами вешали сетки. Хочется, чтобы коробка была в более-менее хорошем состоянии. А вот пример коробки, которую поставили совсем недавно. Ей всего полгода. И здесь тоже не обошлось без проблем. Коробку новую поставили. Но благоустроить территорию рядом с ней забыли. И тем не менее, она пользуется большим спросом. Коробка занята почти целый день. На балансе администрации Нижнего Новгорода сейчас находятся 204 спортивные площадки. За содержание площадок в нормативном состоянии на дворовых территориях отвечают районные администрации за спортплощадки при школах образовательной организации. Дворовые площадки ремонтируются по мере необходимости и заключения муниципальных контрактов, в которых прописываются сроки выполнения. Есть ли необходимость в ремонте вот этих хоккейных коробок? Вопрос, что называется, риторический. Казалось бы, сейчас, пока в регионе действует режим самоизоляции, и сами коробки не пользуются в полном объеме, самое время их восстановить. Но, похоже, эта логика здесь не работает. Спортивная площадка в Канавинском районе, которая располагается у школы номер 181, находится на балансе учебного заведения. Как сообщили в администрации школы, к 1 сентября территория площадки будет приведена в порядок. Что ж, осталось терпеть всего лишь три месяца. Два бревна вместо штанг и драную сетку трудно назвать отличным подарком детям к летним каникулам. Артемий Катков, Алексей Завылов. Время новостей.